Пожалуйста, Ваш вопрос. Говори погромче, микрофон. Газета «Правда», Рад Музаев. У меня два вопроса, один вытекает из другого. По горячим следам, Верховный суд отказался восстанавливать Павла Николаевича Грудинина в список КПРФ. С учетом того, что партия предоставила полные доводы его непричастности, какого Ваше мнения по этому поводу, будут ли протесты и какие дальнейшие действия по защите списка КПРФ? Геннадий Андреевич, прежде чем Вы начнете отвечать, я напомню, что трансляцию нашей пресс-конференции также смотрят коллеги-журналисты, они также имеют возможность принимать в ней участие, задавать свои вопросы. У нас схожий вопрос от телеканала «Дождь». В понедельник после заседания ВС по исключению Грудинина из списка КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов анонсировал акции протеста. После этого в его соцсетях была информация о том, что КПРФ выведет народ на мирный, законный протест. Когда КПРФ собирается проводить акции протеста и в каком формате, и будет ли какая-либо большая акция в Москве? Я полагал, что после того, как мы высказали свое удивление в Центре избиркома относительно отстранения Грудинина, который входит в центральный список, и от выборов, что поразмышляют, и ЦИК отзовет свое решение. Потому что в Верховном суде там были представлены два члена ЦИК и два эквириста. Никаких реальных доказательств, которые подтверждали бы вину нашего избирательного объединения, не было. Я впервые участвовал в суде 6 с лишним часов, где противная сторона не имела полноценных документов. То печати забыли поставить, то оригинала нет, то подписи нет, то дата не та. Видимо, на коленке формировали это дело, фабриковали точнее. Сами сидели, путались, и ни на один прямой вопрос не могли дать ответ. Я видел, как держалась судья, она тоже удивлялась. Но во многом это был не суд, а политический заказ. Кто за ним стоит, я пока не разобрался, откровенно скажу. Я был потрясен, когда в ЦИКе увидел Игнатенко, юрист, который представлял Полихатов, и который помогал арестовывать сына Левченко в Иркутске. В ЦИК превратился в филиал Полихатовской конторы. Когда его видели там, мы не только возмутились, сказали, «Элла Александровна, мы же пришли в ЦИК, который обязан организовывать соответствие законам выборы, а не заниматься провокацией». Сам по себе это криминальный выпад против крупнейшей партии, он возмутителен и вызывающий. То, что было в Верховном суде, на мой взгляд, это просто дикое позорище для страны. Принято политическое решение, мы обжаловали, сейчас завершаем подготовку кассационную жалобу. Мы подготовили меры и в Европейский суд. Вчера на штабе протестных действий, где участвовало почти 60 организаций от профсоюзов женских, молодежных, студенческих, военно-патриотических, объявили с 14 августа по 19-я всероссийская акция против произвола насилия и политических репрессий. Общество должно быть готово защищать свое право на честные выборы. Оно обязано быть готово. Это моя личная точка зрения. Я считаю, что в сентябре у каждого гражданина будет бюллетенем исправить положение последней возможности. Продолжение следует...